Давайте, на каких весах мы будем взвешивать степень суверенитета Турецкой Республики и Республики Армения. Ну, просто хотя бы так, даже если на карту посмотреть, и учитывая положение и состояние Турецкой Республики, понятно, что Эрдоган более суверенный руководитель, чем Пашинян. Просто по предъявлению. Эрдоган представитель Запада в Азии, по сути, потому что это единственная страна НАТО в Азии, и такой смотрящий от НАТО, которого называют в кулуарах НАТО, называют френами, то есть френтентенами. Поэтому нужно понимать, что он такой достаточно суверенный человек с характером, со своими возможностями, если можно так выразиться, капризами и прочим. Но что я хочу сказать? Ну, не капризами, а возможностями маневрирования. Пашинян таких возможностей нет. Учитывая его заявление относительно того, что он тоже хочет сразу несколько стульев занять, и, скажем, и Евразес, и сотрудничество в той или иной степени с Российской Федерацией, и с Глобальным Югом, и с кем только не сотрудничать. Понятно, что он сейчас набирает свои очки на Западе, правильно? Поэтому, по всей видимости, кроме всего прочего, такие встречи спонтанно не организуются. Значит, это плановая встреча. И в этой плановой встрече она обсуждалась и ранее через консультации с самыми разными центрами. А это означает, что с западными центрами, как минимум, тот же Эрдоган и тот же Пашинян консультировались. Понятно, что в определенной степени Ильхам Алиев хотел несколько, чуть-чуть так дистанцироваться от Эрдогана. Это вызвало гнев Эрдогана, после чего он не приехал в Шуши, и он не скрывал своей обиды, если можно так выразиться. Он ее выражал открыто, это выражала турецкая пресса и средства массовой информации и так далее. Но у меня, честно вам скажу, глубокие сомнения, учитывая зависимость самого Алиева от Бритиса Петролиума, соответственно, от Лондона, от многих и многих моментов, что он может себе позволить серьезный дрейф в сторону Москвы. То есть такой качественный дрейф в сторону Москвы. У меня в этом смысле сомнения. А что дальше произойдет, учитывая то, что большая часть азербайджанской политической элиты все-таки ориентирована на Анкару, я думаю, что эта часть, эта команда перетянет Канаду.